Какие новинки появились на сегодняшний день на выставке? Вот это... Здесь оно как бы наиболее натуральное, потому что настоящая итерация делается из срезов булыжников И заливается... Вот такую можно использовать для фартука Лимончики, видите? И как вы уже заметили, наверное, на миланской выставке, что это уже в тренде нашей одежде И Влад, видите, выплясывает Великолепно вписывается в новый интерьер И тоже в тренде Да, вот так Опаньки Привет, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров И руководитель бюро дизайна и архитектуры Нью-Интерьер Мы находимся на выставке в Болоне Это город в Италии Выставка называется Черсай И представляет коллекции керамической плитки И немного сантехники Впервые на этой выставке И уже есть какие-то первые впечатления Да, ну заглянули, на самом деле, всего на два стенда Я думаю, еще достаточно мало для полноценного обзора Но уже безумно нравится, безумно красиво Мне тоже понравилось, что я увидела на выставке То, что уже использовали в проектах Мы всегда на небольших, ну, в каталоге смотрим И на небольших таких плашках Вот Влад как раз их передвигал Такие квадратики А здесь уже целиком так выложена дорожка, красиво А так мы уже зачастую видели на своих объектах Вот, ну, что-нибудь новое Хочется найти Сейчас вот пробегали мимо стенда Парселоноза Это испанская фабрика Мы очень часто используем вот это вот подразделение Бутех, да, Бутех, наверное, называется И это используем как молдинги Разделяющие, ну, либо завершающие какие-то уголки Либо разделяющие для дизайна, например, в проекте Леонтьевский мыс Да, здесь вот мы увидели, еще не поговорили Светящиеся вот эти вот элементы Потом узнаем, наверное, можно будет теперь в коллекции не просто металл там Или со Зваровский какой-то металл вставлять золотой, там серебряное Видимо, еще можно вот эти светящиеся вставлять молдинги Я думаю, что это будет очень круто Мы еще не выяснили, что это за паровозик, который катают по выставке Может быть, так же, как в Америке там были Да, я подозреваю, что это транспорт между павильонами Ну, круто, это лучше, чем в Италии В смысле, мы сейчас тоже в Италии Чем в Милане В Милане пешком только надо ходить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Какие новинки появились на сегодняшний день на выставке? Вот это плитка под опалубку Она очень модная и популярная На самом деле, не так давно я ездила в Швейцарию И я показывала, что там в отеле, в ресторане Ну, во многих, да, используется такой вариант отделки Это не просто плитка Ну, то есть имитация, имитация опалубки Вот этот вариант, на самом деле, на мой взгляд, очень сомнительный Это варианты таких, как бы, мозаик Как будто бы это, там, не знаю, интарсия Из натурального дерева, как из шпона Но мне не очень нравится Но в целом вместе это все смотрится неплохо Что из нового Это вот такие, такое сочетание Сочетание вот орнамента Там мы потом еще на другом стенде увидим Сочетает с имитацией дерева Либо с той самой, как бы, опалубкой бетонной То есть это вот сейчас в тренде Если вам это интересно Если вы хотите быть в тренде, быть модами То используйте такие варианты сочетаний И сразу все узнают, что все новинки 2019 года Вы используете в проекте Стали использовать, например, дерево И вот эти вставки под натуральный камень Такое сочетание тоже модно Дальше Подобного рода мы использовали плитку От другого производителя В нашем проекте квартира Риверсайт Кажется так Здесь очень хорошего качества Ну, как бы, фотография Это же не натуральный камень Это имитация И вот у этого производителя Как раз наилучший вариант изготовления И, естественно, вариант сочетания Оформления стенда вот перед вами На мой взгляд, симпатичен Кстати говоря, вы можете, например Использовать не только в квартирах Но если вы, дорогие дизайнеры Или вы, дорогие клиенты Делаете бутик одежды То вот можно оформить плиткой Поэтому здесь тоже такой вариант стенда представлен То есть плитка Это не только ванные комнаты А, и сейчас очень модный вариант Вот этот А, нет, вот сейчас я вам расскажу про этот Смотрите Как будто бы в бетон Шпон дерева вставили Это вот тоже сейчас новинка И производители оформили даже Зону ресепшн Тоже с помощью вот такой плитки Также в тренде Синий камень Под синий камень И наверняка вы знаете, что сейчас Очень модно трацию И трацию Это как бы Когда, ну, такие камушки С Разные фракциями Образовывали единую такую Как бы монолитную площадку Вот здесь имитация трацию Но с крупными Вкраплениями Крупные вкрапления Вот здесь с белой синим И это тоже вот Белый с черным Тоже трацию А это как раз Вариант Опять же Орнамента Который в моде В другой цветовой гамме Еще недавно Мы посмотрели На стенде Вот этот вариант В сочетании с деревом Здесь мы видим Уже просто Вот с какими-то там Серыми бетонными стенами Вариант Яркого такого орнамента Многие из вас Наверняка видели коллекции С использованием Керамогранита Под белый мрамор И на самом деле На ближайших видео Стройки дома В Лукоморье Вы можете посмотреть Мы там сделали Главную ванную С использованием Вот такой плитки Ну, другого производителя Но похожей Здесь появились Размеры 90 на Метр 20 Кажется Короче, крупноформатный Керамогранит И новинкой является Вот этот вариант Отделки Называется Калаката Ора Или Калаката Голд Данная плитка Представлена Как в блестящем исполнении Так и в матовом Здесь представлен стенд За моей спиной Вот в этой части Потому что некоторые Не любят блестящую плитку А любят матовую Вот здесь она Хорошо представлена То есть здесь везде Стенды с крупноформатным Керамогранитом Который Сейчас Очень Ну, активно используют В этой части Мы видим Сочетание Калаката Ора Или Калаката Голд Сочетание с Пейчворком На полу И вот на этой стене Пейчворк Из Как бы Ну, как С имитацией Шпона дерева В этой части Тоже всевозможные Есть Пейчворки Ну, это как бы Не новинка Но просто Для общего Ознакомления Можно иметь ввиду Могу сказать По своему вкусу Скажем Вот такие вот Витиеватые Варианты Мне не очень нравится Мне нравятся Более Лаконичные Графические Скажем Ну, изображения Такие плоские Орнаменты Без цветочков То есть Это кружочки Все-таки Круги Квадраты Здесь уже Представлен С вкраплениями Шпона Как бы И шпона Это керамогранит И вот он Бетон Бетон Который был Спейчворком Такой вариант Мы использовали В одном из наших Проектов Который Недавно Я показывала Готовый проект Квартира В Петродворце 130 квадратных метров Первоначально У нас дизайном Был предусмотрен Вот такой рисунок Правда Из натурального камня И впоследствии Помните Я сказала Что я заменила На вариант Таких треугольничков Мы купили Керамогранит Разрезали На треугольнички И составляли Рисунок А вот Изначально Задумка По дизайну Была более сложная Не всегда К сожалению Есть возможность Реализовать Все что мы задумали На хороших стендах Угощают Такие кафе И предлагают Как в Америке Бесплатную еду И еще Вот такую воду За моей спиной Террасу Уже В модулях С рисунком И с Скажем так Мелкодеперсионный Такой вариант Более понятный Всем Ну Как бы И есть образцы Вот здесь На таких Стендах Плашка И вот С этой стороны Тоже мне сказали Вот уже Крупный Террасу Это можно использовать На самом деле Для проекта В средиземноморском Стиле тоже Я клиентам Предложила Своим заказчикам Использовать Террасу Например В зоне спальни Потому что Они не хотели Использовать Паркет Но они отказались Они сказали Что мы хотим Такую гладенькую Ну Из другой коллекции Выбрали А так Вот это тоже Было бы интересно Перед вами Коллекция Плитки Под текстиль Вот Обратите внимание Тут разные Есть варианты И вот Даже есть Как бы Как она В интерьере Вписана Вот Различные И Если вы Хотите Быть оригинальными Вы можете Например Сделать Вот такой Пол Не знаю В спальне На кухне Как будто Покрытый Текстилем По ощущениям Будет Создаваться Такое Как бы Ощущение Домашнего Уюта И В то же Время Это Легкая Уборка В принципе У меня Иногда Заказчики Делают Квартиры Которые Планируют Сдавать В рент Наверное Это Неплохой Как бы Вариант Решения Потому что Очень легко Ухаживать За этим Будет Не знаю В кафе В каком То же Ну Попробуйте Экспериментируйте Не бойтесь Музыка За моей спиной новая коллекция. Она оформлена вот с такими столом-стульями, известной дизайнерского бюро, по-моему, итальянского. И они придумали вот эту плитку с краплениями, ну, как бы, дерева. То есть здесь оно, по-моему, даже как просто напечатано. Ну, вот имитация такая. Вот. А вот впереди, вы видите, новая коллекция. Это пейчворк, но с максимальной защитой против скольжения. Вот это вот. То есть ее можно использовать в бассейнах, вот в таких зонах, где можно не поскользнуться. Посмотрите. Конечно, на ощупь я это чувствую. Может быть, камера это не покажет. Вот это имитация бельгийского мрамора в черном цвете. Это новинка. Не знаю, насколько хорошо будет камера отражать качество этого материала. Ну, вот я попробую вам показать поближе. Вот здесь имитация террасу. Здесь оно, как бы, наиболее натуральное, потому что настоящая терраса делается из срезов булыжников и заливается смолой. Вот этот вариант тоже. Друзья, вы, наверное, помните, что мы сейчас делаем проект в средиземноморском стиле. Буквально пока, когда я уехала в Италию, клиенты уже купили плитку в средиземноморском стиле. Мне уже сообщили об этом. Мы ее вписываем, ну, уже в чертежи. Вот. А мы на другой фабрике покупали. А на этой фабрике тоже появилась плитка. Вот такую можно использовать для фартука. Лимончики, видите? Синий с желтым, белый с желтым цвета. Вот такой вот печь ворк, по-моему, очень симпатичный. Его даже сейчас сделали на стол, на котором ведутся переговоры. Обратите внимание на стены. Они в таком оранжевом цвете. И, как вы уже заметили, наверное, на Миланской выставке, что это уже в тренде нашей одежде. И Влад выплясывает. Великолепно вписывается в новый интерьер. И тоже в тренде. Да, вот так. Великолепно вписывается в тренде. Нашла идеальное решение для семьи, когда жена маленькая, а муж высокий. Вот у меня одна клиентка все время мучается. Думает, каким образом повесить зеркало, чтобы и ей видеть его так в себя. И мужу тоже как бы можно было смотреть на себя не только на грудь. Вот, смотрите. Одно зеркало ниже, другое выше. Для маленькой хозяйки и для высокого хозяина. Идеальное решение, скажем так, аскетичной ванной комнаты. Когда вы видите, здесь полочка есть. Вот она, полочка. Зеркало обычное. И вот это. А, ну это тоже получается обычное. Я думала увеличительно. Две раковины. Мы на выставке много смотрели всевозможной плитки террасу. И вот появились раковины террасу тоже. Обратите внимание. Забавно, интересно, симпатично, оригинально. Вот еще одна. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что, Влад, заметил. На предыдущем стенде мы смотрели. Там тоже серый унитаз был. И, например, фаянс и пластик, они были чуть-чуть разного цвета. А здесь абсолютно одного. И это, и это. Ну, то есть, на самом деле, все стенды очень похожи. Ну, это говорит о том, что на выставке мы видим все самое модное. То есть, сейчас буйство красок, на мой взгляд, это классно. Все жизнерадостное. Кстати говоря, здесь еще, видите, есть поддоны. Тоже они теперь есть цветные. Но цветные там не сильно ярко. Да, но вот белый и серый цвет. Но здесь мне не нравится, что они гладкие. Мне кажется, скользкие. Ну, а вот это решение, естественно, для маленьких санузлов. Помните, совсем недавно я показывала вам видео с санузлом. Буквально там он шириной был, по-моему, метр на метра полтора. И там стояла маленькая раковина. Там был смеситель, правда, с датчиком. То есть, не надо было включать рукоятку. Подносишь руку, вода течет. Это дом в Лукоморье. Если вы не видели видео, то обязательно посмотрите. Ссылку я для вас, естественно, оставлю в описании. Те, кто не видел, посмотрят. Тот, кто смотрел, может еще раз повторить, если что-то не запомнил. Друзья, если вам понравился ассортимент фабрики Глоба, то, конечно же, в России вы тоже можете это купить. Ссылочку и контакты я оставлю для вас в описании. Друзья, сейчас наступает самый приятный момент работы на выставке. Это ужин в ресторане. Нас пригласили в ресторанчик. Вот, посмотрите, как он оформлен. Ступенечки из красной плиточки. Мне кажется, какие-то даже исторические. Деревянные перила и стеллажи с огромным количеством бутылок. Потолок из кирпича, арочные своды, кирпичные. В ресторан пришло много симпатичных мужчин, без женщин. Это, на самом деле, вечер ожидает приятным. А вы говорите по-русски? Да, и я думаю, что будет очень здорово. Сказали, что там, видите, вот огромный стол. Вот этот вот. Тут будет что? Свадьба. Так что, может быть, мы еще попадем на интересный праздник. Видите, на самом деле, интерьер ресторана оформлен довольно, ну, на мой взгляд, просто. То есть он оформляется состоит из того, что есть. Есть арочные своды кирпичные, пол, видимо, тоже исторический. И очень-очень простые стулья, как в столовке, накрытые скатертями. Но самое должно быть интересно – это еда. Вообще, в Италии интерьером не придает большого значения. Самое главное – это еда. При этом стоит, на самом деле, дороже, чем в наших вообще шикарных ресторанах. Вот, но я, как бы, ну, здесь симпатично. Бывает вообще, как в столовке ресторана. Вот, что-то тут лыжи обозначают. Видимо, владелец этого ресторана был лыжником. Я так предполагаю. Вот. А это, наверное, прялка. Видимо, жена его пряла ткань. Эти самые какие-то нитки шерстяные. Вот. А это, я так думаю, что винный погреб. Винный погреб. О, судя по запаху, да. И тут, видимо, какие-то коллекционные вина. Ну, коллекционные вина, вы знаете, бывают по 20 тысяч евро. Вот я один раз только пробовала коньяк в Париже у своей подруги. Ее супруг угощал нас коньяком Хеннесси, которому было 100 лет. Да. И он был черный-черный. Вот. На самом деле, видео из квартиры подруги моей, которая живет в Париже, вы видели наверняка. А если кто-то не видел, то посмотрите. Ссылку для вас я оставлю в описании. Друзья, ну, на самом деле, видите, сколько народу собралось. Шумно, ужасно. Я думаю, что это шикарный ресторан. Нам принесли уже прекрасное вино. Мы выбирали мерло или набиола. Вот, такие вот в рубных бокалах, да, я как бы попробовала. И мне понравилось мерло больше. Уже принесли вкусную еду. Все довольны. Все довольны. Я чувствую, все довольны. Вот, да. И всем приятного аппетита. И вам, друзья, хорошего вечера. Прекрасных друзей. Отличного настроения. Не забывайте про мой инстаграм. Обязательно подпишитесь. А сегодня всем пока. Представлено очень много вариантов теракции. Теракция в моду входит очень серьезно. Все больше и больше нравится. Ну и, само собой, бетон. Плитка под бетон тоже приобретает популярность. Субтитры создавал DimaTorzok